Вечерняя прогулка обернулась кровью и швами налицем. На одной из детских площадок города девочку искусала собака. Пострадавшую срочно отвезли в приемное отделение, где наложили несколько швов. Хозяин собаки о случившемся знает, но собака по-прежнему разгуливает среди детей. Я услышал детский плач. Я не видел, как она укусила ее. Я обернулся, смотрю, девочка стоит маленькая, плачет. Дети были рядом с ней, говорили, что у нее кровь. Андрей – очевидец несчастного случая. На детской площадке проезда торговой собака покусала девочку. Ребята и взрослые, которые находились рядом, отреагировали быстро. Отогнали собаку, отыскали квартиру и отвели девочку домой. Вскоре за ней приехала скорая. Что тебе делали? Зашили тут и еще укол делали. – Больно было? – Нет. – Ну, как ты себя сейчас чувствуешь? – Хорошо. Три шва на лице и 10 дней уколов. Результат – вечерней прогулки. После детского сада Таня с подружками, как обычно, гуляла на детской площадке. Когда пришло время расходиться по домам, на нее внезапно напала собака. Если бы не помощь взрослых, швов могло быть намного больше. – Позвонили мне в домофон, я сразу выбежала, встретила ее. Там было очень много ребят, девочки, мальчики. Сопровождали ее. Потом все стояли, переживали, ждали, когда Таня с больницы придет. Когда Таня указала на собаку, от которой пострадала, родители, честно сказать, не удивились. Джек из соседнего дома не раз агрессивно лаял на прохожих и велосипедистов. Видимо, поэтому пес гулял в наморднике. Иногда. Но только не в тот злополучный день. Владелица собаки о случившемся знает, но какого-либо соучастия и сожаления не проявила. От комментариев отказалась. Мама Тани будет отстаивать здоровье дочери в судебном порядке. Все материальные затраты могут быть возмещены в порядке гражданского судопроизводства. Иск подается к ответчику, то есть к владельцу животного. По словам помощника судьи, такие случаи судебного разбирательства в городе редки. Чаще всего нападают бездомные животные. За бродягу ответить некому, в отличие от питомца. Хозяева до последнего верят. Их собака не способна покусать человека. Но практика показывает обратное. А вообще в таких домах собак, я считаю, что вообще не нужно держать. Или надо гулять с ней. Гулять, чтобы она по двору не бегала. Потому что ведь собака, я говорю, непредсказуемое животное. Пока Таня ходит на уколы, Джек продолжает гулять во дворе, рядом с детьми. Согласно ветеринарным правилам, собака, укусившая человека, в течение 10 дней содержится под присмотром. После истечения срока ветеринар выписывает справку о состоянии животного. Если бешенство не обнаружено, лечение не назначается. Достаточно гулять с питомцем на поводке и под присмотром.